Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Глава курорта потребовала от подчиненных начать подготовку к лету 2015 года уже сегодня. Санитарные дни, штрафные санкции и подготовка города к предстоящим праздникам. На очередном общегородском планерном совещании обсудили задачи на неделю. Фестиваль кино «Киношок» пройдет в Анапе с 21 по 30 сентября. В этом году в 23 раз. От слов к действиям. За недобросовестное исполнение обязанностей мусороуборочные и некоторые управляющие компании ответят в рамках закона. К ним применят штрафные санкции. На планерном совещании представили начальника управления ЖКХ. На эту должность утвержден Борис Алтуфьев. По-прежнему важная тема обсуждения на планерке – вопрос организации качественной санитарной очистки города-курорта, своевременного вывоза мусора, озеленения и благоустройства Анапы. Глава города Сергей Сергеев продемонстрировал фотографии нескольких мусорных площадок. В центре Анапы во дворах многоэтажек переполнены мусорные баки на площадках свалки. Это яркое доказательство отношения управляющих компаний и коммунальных предприятий к выполнению своих обязанностей. В лучшую сторону отмечена работа коммунальщика. Как показал ежедневный мониторинг, во дворах, обслуживаемых этим предприятием домов, уборка производится лучше, чем на всех других придомовых участках. Знаете, кто лучше всех убирает после дворовой территории? Я не знаю, почему Светлана Владимировна промолчила. Я не успел. А, не успел? Ну, раз уж начну, то скажу. Угадайте, с кем у нас. Кому мальчик? К нему меньше всех претензий. А вот как раз они лучше всех убирают. Меня интересует конечный результат. И людей интересует конечный результат. Чтобы было чисто и убрано. Вопрос о санкциях к недобросовестным компаниям Сергей Сергеев адресовал представителю отдела Роспотребнадзор, подчеркнув ведомство, будто устранилось от контролирования рутинных, но важных для города вопросов. Все фотоматериалы будут переданы в отдел Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер. Критике подверглась и работа предприятия «Зеленстрой». Вот 6 сентября, это уже после выхода газеты, вами заключен муниципальный контракт о «Зеленстрой», да? Ваше предприятие. На ремонт и содержание зеленых насаждений, то есть цветы и все остальное, на 7 миллионов 369 тысяч 95 рублей. А где графика и где выполнение работы? Новым годом будем выполнять. А почему мы газету даем информацию неправдоподобную, что вот Генбельжик сделал, Новороссия сделал, а АНАПа оказывается нет. Чтобы сегодня был план графика выполнения работы, утвержденный Светлана Ировая. Первый вице-мэр АНАПы Светлана Ировая доложила, в ближайшее время проведет совещание со всеми коммунальными службами, разработает программу комплексного развития сферы ЖКХ. По важности документ займет место в одном ряду с генпланом и правилами землепользования. Программа станет стратегией развития, важнейшей для жизнеобеспечения города-курорта отрасли. Глава города поднял еще один вопрос – создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но о доступной среде, похоже, слышали далеко не все руководители предприятий АНАПы. Особенно странно, когда речь идет о санаториях, где работают с разными категориями отдыхающих. У нас есть право при заключении договора аренды того или иного участка земли, независимо от беда разрешенного использования, вставлять в договор аренды условия создания безбарьерной следы, прохождения, проезда и так далее через этот участок. И не дай бог, что-нибудь новое начнется строиться без учета или будет введено в эксплуатацию без учета вот этих вопросов. Санитарное состояние пляжей, контроль работы спасательных постов до 30 сентября по-прежнему актуальная тема. Об этом на планерке напомнила заместитель мэра АНАПы Людмила Терещенко. И на этой неделе пройдут проверки в рамках мониторинга цен на продукты социального значения. Качественные кубанские продукты должны быть доступными для анапчан и гостей курорта. Мы узнали еще об одном событии, важном для жизни города. Подробности смотрите прямо сейчас. Сегодня в аэропорту АНАПы экстренно сел самолет Boeing 737, выполняющий рейс Анталии-Самара. Причиной вынужденного приземления стал сердечный приступ одного из пассажиров. Решение о посадке было принято командиром экипажа. На земле самолет уже ждала бригада медиков. Врачи оказали мужчине первую помощь, а затем госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Как сообщили в управляющей аэропортом компании «Базл Айра», через час после посадки в АНАПе самолет вылетел в Самару. В пансионате «Урал» состоялся ежегодный семинар стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества. Наша съемочная группа узнала, какие темы были на повестке дня в этом году. На семинаре эксперты обсуждали главную тему – опыт предупреждения и ликвидации последствий крупномасштабных природных пожаров и паводков стран-участниц ЧЭС. В семинаре приняли участие представители стран Черноморского региона и делегация России, которую возглавил заместитель директора Департамента международной деятельности МЧС России Виктор Голицын. В ходе семинара были рассмотрены темы природных рисков на территории стран-участниц на 2014-2016 годы и организация предупреждения природных пожаров и наводнений на экономические и социальные сферы. Необходимость проведения данного мероприятия вызвана глобальным изменением в Черноморском регионе, так и в мире в целом, изменением окружающей среды, климата, урбанизации территории. Такой обмен опытами и технологиями в области управления природными рисками в рамках организации ЧЭС, а также объединение усилий при черноморских стран по созданию потенциала противодействия бедствиям, жизненно необходимы. Это уже традиционное мероприятие, которое российская сторона, Министерство по чрезвычайным ситуациям МЧС России, организует уже три года подряд в Анапе. И мы благодарны России за это, то, что собираются эксперты стран черноморского экономического сотрудничества для того, чтобы обсуждать очень важные вопросы. Через несколько дней запланировано заседание офицеров связи черноморского экономического сотрудничества. Семинар экспертов ЧЭС продлится до 19 сентября. С 21 по 30 сентября Анапа станет кинокультурным центром фестиваля «Киношок». Пресс-конференция с директором фестиваля, продюсером и бессменным пресс-секретарем Верой Мусатовой прошла в администрации города-курорта. У них такая профессия один раз в год осенью удивлять. Удивляют организаторы и конкурсанты фестиваля «Киношок» новыми работами, новыми фильмами и новыми фишками. Фишка этого года «Киношок» шагнет в массы и станет еще ближе. Кинопоказы пройдут на нескольких площадках. В кинозале «Санатория Анапа-Океана» в киноцентре «Мир кино» пройдут показы российских фильмов. В этом году после Украины Республики Беларусь и Киргизии в фокусе «Россия». На театральной площади в 9 часов вечера ежедневно будут открытые кинопоказы премьерных фильмов «Кино на площади». Конкурсные детские фильмы в рамках «Киномалышок» покажут в киноцентре «Монитор». «Анапа-Киношок» – «Анапа» – ежегодный рейс большой команды кинолюбителей и профессионалов. И прямая ассоциация, которой любят говорить те, кто знает «Киношок» с первого дня основания. Те, кто были здесь много раз, вы знаете, как мы начинали фестиваль, да, мы начинали с хулиганства. Мы назвали фестиваль «Киношок». Ну что такое шок, там все полезли во всякие словари, что такое шок, кто-то возмущался, что типа что такое шок. Мы к вам приросли, не знаю, как вы к нам, но не меняют родину, вы наша родина. Поэтому уже когда я в сканворде читаю, в самолете, так, город-курорт на Черном море, где проводится фестиваль «Киношок». Ребята, это уже слава. От анапчан гостей курорта приветствовала заместитель мэра «Анапы» Людмила Мурашова, отметив, что «Киношок» вошел в тройку больших праздников города в сентябре. На этой неделе «Анапа» отмечает несколько праздников. Один из них в субботу, это будет День города. Второй праздник, это мы отмечаем 71-ю годовщину освобождения «Анапы» от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно, традиционно наш курорт встретит один из самых ярких, один из самых представительных кинофорумов на постсоветском пространстве. Это открытый фестиваль кино страны СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». В этом году киношоковцы вернутся к старым традициям, продолжат закладку «Аллеи звезд», будут и новые, создадут комплекс «Стену с отпечатками рук кинотворцов». Интересное встречное предложение от власти города-курорта. Я хотел бы, чтобы этот фестиваль был особенным в каком плане? Чтобы вы еще больше почувствовали нашей любви. А для этого вы побывали среди обычных, простых людей. В общем-то, вы всегда так делаете. Ну что наметил глава, что он увидел сам, что ему понравилось, если он все время говорил на этих встречах с людьми, а давай это покажем киношоку. Например, то, как работает у нас обычный сельский Юровский рыбзавод. А также он хотел бы, чтобы вы попали снова на виноградник, как это было раньше. Когда мы проводим какие-то мероприятия, то очень часто показываем фотографии, и люди ими гордятся, где они вместе с актерами. Эти фотографии всегда как такие ценные реликвии, и все всегда нам их подсовывают. Вот, пожалуйста, покажите, когда фильм о человеке делает, чтобы было видно, что я с таким-то, с таким-то актером сфотографировался. В этом году будет очень красивый прием от имени главы в вашу честь. Очень хочет глава, чтобы вы эту народную любовь увидели и почувствовали. Что очень созвучно с основной идеей киношока в этом году. В гости фестиваля актеры находились непосредственно в городе. Предусмотрено большое количество различных, в том числе, развлекательных мероприятий. Вот они есть в плане расписания всех мероприятий. Одна из сентябрьских южных ночей в рамках фестиваля превратится в ночь пепла. Многосерийный фильм режиссера Вадима Перельмана «Пепел» покажут за одну ночь. Из сюрпризов киношока 27 сентября в акватории Анапской бухты пройдет потешная парусная регата с участием артистов, театра и кино. И в этот же день в 20 часов в городском театре состоится вечер памяти народного артиста РСФСР, русского писателя, кинорежиссера Василия Шукшина. И еще одно сообщение. В связи с проведением работ по врезкам газопроводов высокого давления в зоне подстанции Джимите с 8 часов утра 17 сентября до 19 часов 18 сентября будет прекращена подача газа потребителям следующих населенных пунктов. Станица Благовещенская, поселок Виноградное, хутор Нижняя Гастагайка и Красный Курган, поселок Пятихатки, Цибанабалка, хутор Воскресенский, поселок Верхнее Джимите. Пуск газа в газоиспользующие оборудование потребители будут осуществлять работники Анапа Горгаз 18 сентября в течение дня. В избежание несчастных случаев категорически запрещается в этот период пользоваться газовыми приборами. Просьба сохранять спокойствие и выполнять правила пользования газом в быту. Телефон для справок 439-65. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok